Привет, друзья! Приблизим микрофон, чтобы хорошо было слышно. Потому что скажу важную вещь. Зачем нам комар-беспилотник? Против швабов. Наука человечности у нас есть. И почему надо мой канал смотреть всем постоянно? Потому что каждый раз даю новые приёмы. И сейчас тоже. Новый приём. Нарисуй мечту. Нарисуй мечту. Это потрясающая вещь. Это ты берёшь, садишься вот так и рукой водишь по невидимому холсту. Явно невидимому, но который у тебя в голове. И водишь кисточкой, и рисуешь свою мечту. Ну так рисуй там максимально. Максимально образ. Рисуй, вводи вот так рукой. Вводи вот так рукой. Отпускай руку свободно. Кисточкой. Вот, вот, вот. Хочешь, возьми мастихин. Как я вот так. В зависимости от своего характера. Вводи, води. Вводи. Вводи. А потом ты сядь вот так вот. Отпусти мысли на самотёк. И начиная автоколебания. Это волна. Это волна. Я говорил уже несколько раз об этой волне. Но потому что люди иногда, они вот это, откусывают там кусочки своим эмоциям, своим эмоциональным вниманием. Откусывают кусочки. И в целом не слышат, о чём я говорю. А я говорю о чём? Соедини переживания свои с автоколебаниями своими. Может быть, когда ты отпускаешь мысли на самотёк, колебания пойдут по кругу. Или восьмёркой, или дрожаниями, мелкими или крупными. А может быть, стонами, а может быть, криками. Так ты делай всё, что хочется в этот момент. Закрой дверь, чтобы не подумали, что ты чокнулся. И выпускай пар. И когда ты соединяешь переживания с автоколебаниями, ты оказываешься в состоянии максимально защищённом, как на руках у мамы, которая подбирает ритм покачивания в зависимости от твоей напряжённости. И это модель, которая позволяет нам создать этот механизм разгрузки с перезагрузкой, потому что люди привыкли думать, что если вас посетили плохие мысли, надо думать о хорошем. Все психологи говорят, если тебе плохо, думай о хорошем. А где ошибка? Да если бы человек мог думать о хорошем, когда ему плохо, так и психологов не нужно. А дело-то в том, что главный секрет ключа – его мощности, его уникальности, неповторимости во всём мире и простоты, и комфортности – именно в том, что думать надо, о чём думается. Переживаешь – переживай. Не надо бороться с собой. Это создаёт дополнительное напряжение. И поэтому вы никак не можете выйти из зацикленности, из стресса. А вы отпустите мысли на самотёк, соедините переживания с переживаниями, всеми, которые лезут из вас. И что в этот момент хочется делать? Подёргаться или потянуться, или покричать, или постонать, или поспать, или улыбаться, или смеяться, или плакать. Делайте это. И вы тогда на самом деле выйдете на состояние максимальной защищённости. Ещё раз повторюсь, как на руках у мамы. Ведь мама, когда нас качает, мы именно так и делаем. Мы плачем, мы дёргаем ножкой, мы дёргаем ручкой. Когда мы больше кричим, она нас чаще покачивает. Тот же самый механизм максимальной защищённости. Когда психологи нам говорят, когда вам плохо, думайте о хорошем, они правы. Но они этого переходного момента, который нужно сделать, никогда не знали. И поэтому человек пытался делать это усилием воли. Боролся с самим собой. И создавал дополнительный стресс. А я как специалист именно. Вам рассказываю, как надо именно сделать, чтобы думать о хорошем. Нарисовали свою мечту, подумали о том, как бы вы хотели жить. Да. А потом вышли на состояние, которое называется мной волна. Отпустили себя на самотёк. И на автоколебаниях. Переживайте, о чём переживаете. И поэтому вы выходите на состояние и шторма суеты мыслей. Из этого хаоса в порядок. Мысли становятся ясными. Туман рассеивается, как с белых яблонь дым. И вы выходите на самоё себя и на состояние задумчивости. И здесь появляется база для науки человечности, о которой я вначале сказал. Потому что мы все по природе творцы. И там появляются уже позитивные мысли. И нам уже хочется любить, творить, созидать. И мы начинаем решать свои проблемы. Вот так вот, друзья. Имеющий уши да услышит. Итак, комар-беспилотник нам нужен, чтобы со швабами всякими их победить. Их победить наукой человечности против расчеловечивания. А это маленький ключ к тому, чтобы быть человеком. Потому что, когда человек зажатствуется, когда он зациклен, он раб своих страшных мыслей. Идёт у них на поводу. И накручивает себя, и накручивает себя. А вот заболел, и накручивает себя. А заболел, или любой кризис, или любая неопределенность. Нарисуй свою мечту. А вот не получается, а ты выходи на волну. И потом постепенно, постепенно, постепенно ты начинаешь замечать, что происходит перезагрузка. Минус уходит, плюс появляется. Потому что мы творцы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова